Братья и сёстры, теперь у нас время, чтобы порассуждать над Словом Божьим. Недавно на одном из наших таких общений, просто семейных, у нас задался вопрос. И этот вопрос я хотел бы предложить сегодня порассуждать вместе с вами. С одной стороны, очень простой, и если я вас спрошу, вы мне, скорее всего, сразу дадите ответ. С другой стороны, если я начну задавать вам дополнительные вопросы, мы можем растеряться и дальше рассуждать. Вопрос звучит так. Наши дети имеют спасение, если сегодня придёт Христос или нет? Если вас спросить, скорее всего, вы скажете, конечно же, да, и можете даже сказать какие-то тексты Писания, сказать, что он не отличает правой от левой руки. А если я вам скажу, а неверующие дети, которые там соседские мальчишки играются, а другие? А они будут восхищены с церковью или нет? И другие вопросы. Я предлагаю сейчас, чтобы мы задали себе, я прочитаю, перечень вопросов, и потом на них поискать ответы в Священном Писании. Ребёнок рождается в мир, ещё ничего не сделал. Является ли он грешником? Если он грешник, заслуживает ли он наказание? Может ли он получить спасение только потому, что у него верующие родители? И есть ли разница между тем, что у него верующие родители или нет? Какое основание считать у нас, что дети спасутся? Как узнать о ребёнке, что он сам отвечает за свои поступки и способен к покаянию или нет? Можем ли мы вообще определить точно, когда ребёнок возродился, и нужно ли детям покаяние, как к этому относиться? Когда в мир рожидается ребёнок маленький, кто это уже пережил, те знают, да? Смотрят на него и говорят, ангелочек. Ну действительно, смотришь на младенца, который чистый, кажется, ничего на нём нет, только на фотографии дорисовать такой нимб и всё. Вот сразу его в Царство Небесное рождается, ну и у нас нет к нему каких-то претензий, его разум ещё чистый, он ещё даже ничего не сделал, он полностью зависимый человек от других. По-настоящему ли он чистый и святой? Или же он родился грешником? Библия говорит, что он не святой, что он не безгрешный. Читаем римлянам 5 глава 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили». В этом стихе апостол Павел передаёт нам истину о первородном грехе. Что такое первородный грех? Если вы будете искать в Библии, вы не найдёте там такого слова. Это термин, который обозначает, что первородный грех – это грех, который сделал Адам, и последствия этого греха, вина за этот грех, перешла на всё человечество. Поэтому, если вы будете слышать, я буду использовать слово «первородный грех», чтобы вы знали, это грех Адама, который перешёл на всех людей. Вот в этом стихе апостол Павел и говорит о том, что когда Бог создал первого человека, Адама, поселил его в Эдемском саду, и он ему сказал, «Ты можешь всё кушать, всё тебе отдаю, вот только одно дерево, дерево познания добра и зла, как только от него съешь, смертью умрёшь». Это было Божье повеление Адаму. Что сделал Адам? Это Бытие 2 глава, 16-17 стих описывает. Адам съел. Через непослушание одного человека в мир пришёл грех, который распространяется на всех людей. До этого момента человек был вечный. Смерти не было. Он был в присутствии Божьем. Но с момента, как вошёл грех, пришла смерть. Как Бог сказал Адаму, «Вкусишь, смертью умрёшь», так и случилось. С момента грехопадения, с момента, как Адам согрешил, результатом этого пришла смерть. Теперь каждый человек подвержен смерти, и с этим вряд ли кто-то поспорит. Поэтому, если мы говорим о ребёнке, когда он рождается в мир, есть ли на нём какая-то вина? Есть. На нём есть вина Адама. Вина, которую Адам совершил грех, и это передалось ребёнку. Если маленький ребёнок грешен не по своей вине, а по вине Адама, он ещё ничего не сделал, заслуживает ли он наказание? Рождённый в мир несёт вину за грех Адама. Что же говорит Писание? Римлянам 6 глава 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть». Римлянам 3 глава 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Каждый человек заслуживает смерти, потому что уже рождён с грехом, унаследованным от Адама. Библия об этом говорит. Поэтому грех живёт в человеке, но ещё не проявляется осознанно. Если взять, может быть, младенцев, деток немножко постарше, ещё грех не проявляется осознанно, но на них уже есть грех. Грех Адама, за который наказание – смерть. Так говорит Бог. Наказание – смерть. Природа человеческая уже испорчена. Он не святой и подвержен наказанию, как и все. Как же тогда он спасается? Если он грешник и заслуживает наказания, может ли он спастись через родителей? Он ещё маленький. Может ли он спастись через родителей? Имеет ли ребёнок, рождённый в христианской семье, преимущество перед рождённым в неверующей семье? Может быть, это даёт нам право считать, что наши дети святее других, или наши дети из-за нас будут наследовать спасение? Предлагаю текст 1 Коринфянам 7, глава 14 стих. «Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Слово «святой» означает «отделённый». Слово «освящение» — это «отделение». В этом стихе апостол Павел говорит о том, что если в семье присутствует один человек, муж или жена, на котором есть Дух Божий, он влияет на другого человека таким образом, что тот может прийти ко Христу. Он влияет на него таким образом, чтобы тот отделялся от греха и приближался к Богу. Таким же образом он влияет на детей. Дети имеют привилегию услышать с детства истину и открыть сердце для Господа с ранних лет. Но этот стих не показывает, что дети верующих родителей имеют спасение, а дети неверующих родителей нет. Перед Богом они одинаковы, братья и сёстры. Но есть ли преимущества? Конечно, есть. Какие? У детей верующих родителей преимущество в том, что они более защищены от порочных грехов, от атеизма, от влияния богопротивников. Их разум может быть чист от греховных мыслей. Они более отделены от влияния греховного мира, который влияет на разум ребёнка. В этом огромное преимущество. Преимущество детей, которые рождены в христианских семьях, в том, что они с детства имеют влияние, которое может привести их к истине, к познанию Иисуса Христа с ранних лет. Это особое большое преимущество и большая привилегия у наших детей и у нас, рождённых в христианских семьях, что мы сегодня знаем Господа. В Евангелии от Иоанна, 9 глава, первые два стиха, есть такое событие, Иисус говорит, «Иисус, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии». Бывает, что дети рождаются с какими-то дефектами, потому что родители вели греховный образ жизни. Если они были алкоголики, больные какими-то ВИЧ-заболеваниями, ребёнок может заболеть, да? Но в этом тексте Писания мы видим, что грех не передаётся по наследству от наших родителей. И так же само мы не можем искупить наших родителей. Грех передаётся, вина за грех передаётся от Адама. Иисус здесь говорит, «Ни ребёнок не согрешил, ни родители, так нужно было Богу». Бог хотел славу свою явить. Господь допустил. «Мы не должны искать вину в ребёнке или в родителях». Господь показал, это так Богом было усмотрено. Нельзя сказать, что ребёнок получает греховность от родителей. И нельзя сказать, что ребёнок может наследовать спасение, потому что он верующий в семье. Какой такой небольшой итог этой части? Дети грешны? Да. Заслуживают наказание? Да. Могут ли спастись родителями верующими? Нет. Имеют ли преимущества от верующих родителей? Конечно же, да. Из этого следует вопрос. Как же ребёнок может тогда спастись, если он умер, например, маленьким, если его убили в результате аборта, если сегодня Христос придёт, и наши дети, которые мы считаем, что они ещё неосознанно делают действия, как же они могут тогда спастись? Давайте теперь посмотрим, и немножко будем внимательны и осторожными в определениях. И теперь мы разделим грех на две категории. Первородный грех и соделанный. Первородный грех, да, грех, который от Адама передался людям, всему человечеству, и с этим грехом вина за этот грех. И грех, когда мы делаем уже какие-то греховные действия, сами живя в этом мире. Мы уже определили, что ребёнок родился с грехом, но сам ещё добровольно и сознанно ничего не сделал. Хотя, когда ребёнок подрастает, он может делать грехи по причине греховной природы. Ребёнок может кричать, гневаться, он может даже повторять ругательные слова за кем-то. У него проявление греховной природы есть. Он может кричать, эгоизм, злоба. Это всё уже есть у каждого из нас с рождения. Это греховная природа, братья и сёстры, от которой мы избавимся полностью только в вечности. Вот это всё разделяет нас с Богом. Это всё есть в нас, в детях наших с самого рождения. Когда согрешил Адам, мы все разделились с Богом. Пришла смерть. Но что делает Бог? Что делает Бог, братья и сёстры? Бог отдаёт Сына Своего и Иисуса Христа, чтобы искупить нас от этой вины. Грех через Адама вошёл, передался на нас. Он теперь передаётся на наших детях. Что делает Христос? Какой Божий план? Иисус Христос умирает, чтобы искупить и вот эту вину взять на себя. Читаем 1 Коринфянам 15, 21. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». С Адамом все умирают. Когда пришёл Иисус Христос, в чём заключилась Его победа? Он победил смерть. Он взял на себя вот эту вину Адама. Во Иисусе Христе все оживут. Жизнь вечную принёс. Мы обращаемся опять в Римлянам, в 5 главу, читаем с 12 стиха и далее. «Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека и Иисуса Христа преизбыточствует для многих». 18 стих. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многими». И до закона Моисеева, мы читаем, был грех, братья и сестры. Это такой сложный текст Писания, послание Римлянам, вообще очень много Павел говорит о спасении. До закона Моисеева люди делали грех, который не вменялся им, который не назывался грехом. Когда пришел закон и сказали, вот это делать нельзя. Вот такой пример детский. Если сейчас поставить здесь корзину яблок и сказать, пожалуйста, дети, берите эти яблоки. Они брали, не брали, лежало. Потом прихожу я, достаю одно яблоко, сюда ставлю, говорю, это яблоко мое и не брать. И у всех желание захотелось взять именно это яблоко. Кто-то коварством пошел, взял, другое положил, подменил, они уже грешат. Хотя это же яблоко лежало там, ешь его, но не грех. До закона Моисеева дела люди делали, которые грешные, но им это не вменялось написано. А когда Христу пришел закон и сказал, что это грех, это уже вменялось. Иисус Христос победил смерть. Он искупил все человечество от первородного греха до Христа, во времена Христа, в наше время и в будущем. В чем и состояла победа Христа, это в том, что он снял с человечества вину за грех Адама и открыл доступ к Богу через веру. Теперь можно избежать осуждения, приняв верой Христа, как того, кто умер за грехи. Христос пришел искупить нас, пришел Христос, чтобы научить нас, как жить в этой греховной природе и показать, какими мы станем будущими. Но есть ли последствия греховной природы? Конечно же, есть. Они остались в нашей человеческой природе, природа, которая хочет делать грех. Христос искупил вину, но теперь лежит ответственность на нас за нашу природу, за ее проявление. Как мы будем реагировать? Если мы делаем грех осознанно, то беспокаяние жертва Иисуса Христа за нашу вину, оно не действует. Евреям 10, 26. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». Братья и сестры, возвращаясь к детям, посмотрите на слово «получив познание истины». Мы говорим о том, когда человек осознанно может принять Иисуса Христа Спасителем, принять вот этот дар, понять. И когда у него уже есть осознанный выбор между тем, выбрать Христа или нет, вот здесь вступает тогда уже в силу закон, если ты не принимаешь жертвы за грех нет. Христос, который умер за вину, снял, она не действует на тебя. Подведем небольшой итог. Дети грешны? Да. Заслуживают наказание? Да. Могут ли спастись родителями верующими? Нет. Имеют ли преимущество от верующих родителей? Безусловно, да. Могут ли дети получить спасение только потому, что они родились в мир и ничего не сделали? Нет. Могут ли дети быть спасены, потому что Иисус Христос за них умер и искупил их первородный грех? Да. Что еще в Библии написано о детях в контексте этого вопроса? Давайте посмотрим. Второе царство, 12-22. И сказал Давид, «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится мне». Ветхозаветные праведники Давид понимал то, что он будет с ребенком в вечности, после смерти. Мы знаем, что Давид, Давид это человек по сердцу Божьему. Он так понимал. Ветхозаветные понимали, что они будут с детьми. Дальше есть такое место Писания, «Когда израильтяне отступили от Бога, стали приносить детей в жертву идолам, то Бог на них прогневался». В Иеремии 19, 4 написано, «За то, что они оставили меня и чужим сделали место сие и кодят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне». Обратите внимание, здесь в 4 стихе Бог называет детей, говорит, кровь невинных. Евреи начали подражать чужим народам, которые приносили в жертву своих детей. Бог называет их невинными. И Бог говорит, «Мне такое даже на ум не приходило, чтобы детей в жертву приносить». Поэтому, братья и сестры, этот текст еще очень много говорит о том, что когда мы читаем Библию, и есть бывают вопросы такие спорные, чтобы мы понимали, никогда Бог не принимал человеческой жертвы, чтобы его сжигать. Есть такой спорный вопрос, был такой судья, Иефай, и он дал обет Богу, что дочь свою отдаст в жертву Богу, написано так. И многие считают, что он ее сжег. Богу это не угодно, Бог никогда этого не требовал. Она не вышла замуж, там дальше написано. Ну, чтобы мы понимали, да, и Бог говорит, кровь невинных. Иона, 4 глава, 11 стих. «Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Это писание, этот стих, часто верующие, если у них спросишь, как дети спасаются, они говорят, ну, мы отвечаем, они не отличают правой от левой руки. Вот откуда взят этот текст Писания. Когда Бог хотел помиловать Неневию, Он говорил о детях, находящихся там, что там находится 120 тысяч неотличающих. То есть это люди, которые незрелые дети. Еще есть одно очень важное место по этой теме. Это послание Иакова, 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обратите внимание, что Иаков говорит. «Кто разумеет?» Братья и сестры, этот стих также мы можем использовать для основания того, что часто люди задают вопрос, если ребенок родился умственно отсталым или получил травму, или человек получил травму, он своим рассудком не может правильный сделать выбор. О чем говорит Иаков? Он говорит. «Кто разумеет и не делает, тому грех». Если наши дети, маленькие, которые еще не разумеют, за них умирал Христос. За вину Адама, которая перешла на них, за них умер Христос. За тех детей, за тех, которые умственно отсталые, за них умер Христос, братья и сестры. Теперь мы подходим к самому главному стиху, на котором мы закрепляем эту тему, и который мы все прекрасно знаем и всегда на этот стих ссылаемся. Вы его все знаете. Это Иван для Матфея, 19 глава, 14 стих. «Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Сначала я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, что вообще проповедовал Иисус Христос. В чем же заключалась его миссия, кроме того, что он пришел искупить грехи человека, снять нас вину? Что же он еще проповедовал? В чем заключалась его проповедь? Я быстро перечислю тексты Писания. Матфея 4, 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея 5, 3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Матфея 5, 10. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Матфея 7, 21. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 10, 7. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Матфея 6, 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Если вы откроете симфонию на словах «Царство Небесное», вы вот такой перечень перечислите, сколько Христос говорит о Царстве Божьем. Он нигде не говорит о Церкви, Он не говорит, Он говорит о Царстве Божьем. Проповедует Царство Божье, Он говорит, повелевает, проповедуйте Царствие Божье. Цель прихода Христа на землю была в том, чтобы искупить мир от греха и открыть доступ в Царство Небесное, примирив с собой у нас с Богом. Это была Его цель. Теперь, говоря о детях, Христос говорит в настоящем времени, «таковых есть». Нету никаких в будущем, в прошлом, он говорит, «таковых есть Царствие Божие». Царствие Божие – это то, что Христос проповедовал, это то, что мы проповедуем, это то, куда мы стремимся, братья и сестры. Почему мы верующие, почему мы называемся детьми Божьими? Куда мы стремимся? Мы стремимся в Царствие Божье. Это должно быть обетованием для нас и пониманием того, что все дети, которые еще не могут сделать осознанное решение, выбрать спасение в Иисусе или отвергнуть, те наследуют Царствие Божье. Но из этого истекает другой вопрос. Как определить этот возраст? А с какого возраста? Хочу вас разочаровать, никак. В Библии не написано, и мы не можем определить, когда ребенок отвечает за свой личный выбор. Многие конфессии, разные религиозные группы, они этот вопрос решили быстро. Они ввели где-то крещение. Крестят с детства ребенка, чтобы он уже принадлежал к церкви, чтобы он уже был спасенный. Но мы не находим этого в Писании. Мы так не понимаем. Мы учим, что для нас крещение – это осознанное действие, свидетельство человека о его вере. Тогда, если мы не знаем, когда ребенок сделать осознанный выбор, как же нам поступать? Мы должны проповедовать им о Христе, о Царстве Божьем. И мы не можем точно определить, когда происходит возрождение. Может быть, оно уже произошло дома. Почему вы можете определить, что ребенок, который у кроватки молится и просит, «Господи, прости», и вы молитесь и говорите, «Господи, прости». Вы знаете, что вы сегодня сделали, но у вас уже нет вины той. А ребенок из сердца искреннего просит у Бога прощения. Почему вы думаете, что он не рожден свыше? А может быть, здесь в церкви он уже выйдет, когда он засвидетельствует. Мы не знаем этого. Мы должны им проповедовать. Уильям Макдональд в комментариях к Новому Завету записал так. Я прочитаю цитату. Тех детей, которые желают исповедать свои грехи перед Господом, нужно поощрять, а не отталкивать. Никто не знает, какой возраст у самого младшего в аду. Если ребенок искренне жаждет спасения, не нужно говорить ему, что он еще слишком молод. В то же время не нужно оказывать на детей давление, заставляя их совершать неискреннее исповедание. Поскольку они очень чувствительны к эмоциональным призывам, их нужно защищать от евангелизационных методов сильного давления. Для того, чтобы получить спасение, детям не нужно ожидать, когда они станут взрослыми. Напротив, взрослым нужно стать похожими на детей. Марка 10, 15. Христос неоднократно приводит детей в пример. И фарисеям говорит, кто не умолится, как это дитя, не может войти в Царство Небесное. В какой категории спасенных тогда можно определить детей? Можно вызвать такую дискуссию. Ребенок возрожденный, невозрожденный, он входит в число церкви, спасенных. Если только число церкви, мы восхитимся, кто же останется? В какой категории? Мы говорили, братья и сестры, о Царстве Божьем. Есть одно место, куда все стремились во все века. Это Царство Божие, Царство Христа. Писание открывает нам разные группы. Писание открывает нам на протяжении веков, от начала, какой был у Бога план, как люди спасались. И посмотрите, эти группы кто? Это праведники, как Авель, Енох, Ной, Лот, Авраам, Иосиф. Все другие, чтущие Бога, живущие до закона. Это избранный народ израильский, с данным ему законом. Это язычники Ветхого Завета, чтущие Бога Небесного. Это церковь, которая призвана проповедовать о Царстве Небесном и ждущие его наступления с приходом Христа. Мы видим разные группы людей, описанные в книге Откровения, которые будут проводить вечность вместе со Христом в Царстве Небесных. И об этих группах смотрите, что написано. Об этих группах людей. Матфея 26, 29. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». Это Христос на тайной вечере говорит к ученикам, к апостолам. О чем он говорит? Где будем пить вино? В Царстве Небесном. Псалом 144, 10. «Да славят тебя Господи все дела твои, и да благословляют тебя святые твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего». Псалмопевец ожидал Царствия Божие. О чем он мечтал, о чем он проповедовал, о чем его псалмы? О Царстве Божием. Об Аврааме написано, Евреям 11, 10. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Этот город описан, который будет в Царстве Божием в Откровении. В Луки 13, 28 написано «Там будет плач и скрежет зубов». Об озере Огненном написано. «Когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божием, о себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием». Патриархи, пророки и многие другие с разных уголков планеты будут в Царстве Божием. Деяние 8, 12. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Язычники, уверовавшие в Иисуса Христа, в период, когда Христос создал Церковь, они также ожидают Царствие Божие, если спасения вне Христа нет. За все периоды человечества спасение только в Иисусе Христе, потому что Он умер на кресте и искупил Своей кровью. На основании всех этих мест мы верим, что все дети, которые не достигли возраста, с которого несут ответственность, будут восхищены в день пришествия Христа за спасенными. Потому что мы живем в этот период, период, когда все верующие ожидают прихода Иисуса Христа. Христос умирал за нас, Христос умирал за наших детей. А чтобы не переживать, когда эта грань заканчивается у ребенка, то нужно детям благовествовать, чтобы с детства у них была вера, которая будет вести их к зрелости и личным решениям. Аминь.